Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Пресвиток. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И наш разговор пойдет о капусте, которая как бы в последние 30 лет ворвалась на наши огороды, завоевала очень большую популярность, и сейчас уже многие не представляют свой огород без этой культуры. Это капуста брокколи. На самом деле, калеве брокколи, переводя с итальянского, откуда подошла нам эта капуста, производится как капуста стеблевая. У нас еще иногда называют капустой спаржевой. Почему эта капуста стала такой популярной? Не только в Италии на своей родине, но и далеко за ее пределами. Значит, регулярно употребляя эту капусту в пищу, вы прочищаете свои сосуды от холестерина. Убираются холестеринные бляшки, значит, нет сужения сосудов. У вас нет атеросклероза. Медицинский термин это самое. А нет атеросклероза, значит, сосуды работают нормально. Вы отодвигаете старость, вы становитесь моложе, если употребляете эту капусту. Ну и добавок, у нее очень богатый химический состав. Замечу, что есть такие даже аминокислоты в этой капусте, которые по своему составу напоминают аминокислоты мяса и куриного белка. То есть только капуста брокколи, это одна из тех немногих и важных культур, которой можно насытиться. То есть не добавляя никакого мяса, сделав просто салат, протушил эту капусту, вот употребляя в пищу, вы чувствуете сытость. То есть вы чувствуете насыщение. Только среди немногих овощей именно эта замечательная капуста. История этой капусты очень древняя. Она нашита от более двух тысяч лет. Она выращивалась уже во многих там южных странах. С Италии она пошла в Испанию, в Грецию и в другие-другие страны. И выведено, между прочим, чтобы вы знали, более двухсот сортов капусты брокколи. Даже цветная капуста не имеет такого разнообразия. Хотя там появляются все новые и новые сорта. Капуста брокколи, культура которой выращивают наши огородники. В одних она вырастает, качаны очень хорошие, во вторых не очень. Ну, значит, замечу, в чем разница. Она бывает, во-первых, мы все привыкли, что капуста брокколи у нас зеленая. Это как бы сорта тип называется калабрези, итальянский. Но капуста брокколи, может быть, они не только зеленые, они могут быть белые, могут быть синеватые и могут быть фиолетовые. То есть, есть разные сорта, поэтому гамма может быть самая-самая разная. Ну, самая большая неудача, если мы выращиваем эту капусту, имеем головки, многие привыкли так, что чем дольше растение сидит, значит, это растение дает больше корнеплод, например, больше качан капусты. А с брокколи это не происходит. Тут немного система другая. Брокколи, когда достигает своих размеров, она зацветает. Если на брокколи уже появился первый желтый цветок, раскрылся вот этот бутончик, который у нас только красивый на картинке, значит, брокколи надо срочно убирать. Иначе через неделю она у вас вся выстрелит, и уже в пищу она будет непригодна. Многие огородники этого не знают. А неудачи, значит, в чем получаются с капустой? Значит, этой капустой брокколи бывают сорта ранние и бывают сорта поздние. Все ранние сорта запрограммированы на мелкую головку, 200-300 грамм. Головочка мелкая, но они зато дают головку, и почти одновременно уже в пазухах листьев сидят уже боковые пасынки с еще меньшими головками. Вот. И капуста более поздняя дает хороший качан. Там можно качану взять и получить и килограмм, и полтора килограмма. Так что вот подбирая, планируя урожайность этой капусты, определяйте сортами, которые вам надо, или ранние, или поздние сорта. Да. Но в этой капусте тоже есть одно интересное свойство. Значит, капуста дает более крупные урожаи при посеве, когда она растет на коротком дне. А вот когда ее селить и начинать выращивать на длинном дне, то есть выращивать уже в мае или июне, когда день самый длинный, начало июля, эта капуста может затвести. Очень быстро появляются меленькие-меленькие головочки и затветет. Дальше. Мелкие головки появляются, что почему. Как и все капусты, эта капуста требуется к плодородию почвы. Поэтому обязательно внесение перегноя, одно ведро на метр квадратный, обязательно внесение известкового материала, то ли доломитки, то ли мела, 200-300 грамм на метр квадратный, и обязательно внесение минеральных удобрений. Ну, вы можете обойтись не минеральными. Сейчас же есть биогумусы, добавить биогумус, добавить капролиты, добавить сапропелли. В общем, выбор удобрений, даже можно органическим удобрением обойтись, или поливать потом последствия оксидатами. Оксидаты, гуматы, это все то, что более натуральное удобрение, то, что надо этой капусте. Опять, по этой капусте очень интересная есть особенность. Если все капусты высаживаются в возрасте 40-45, там 50 дней можно высадить наградку, эту капусту надо садить в возрасте 20-25 дней, не позже. Чем позже высадите эту капусту, тем мельче будет головка. Многие огородники добиваются хороших результатов, просто если высевают эту капусту сразу семянышками по одному в открытый грунт. Сразу расстояние между растениями оставляется 15 см, потом прорыживается, с тем, чтобы капуста росла 50 на 30 см. Только в этих условиях она будет давать хороший урожай. И эта капуста, как и цветная, очень отзывчива на азотную подкормку. Что мы можем порекомендовать с азотной подкормок? Самое простое это птичий помет. Птичий помет разбавили 1 к 10 и поливаете эту капусту. Подкормку ей надо давать каждые 10 дней. Чем раньше вы сделаете подкормку, тем у вас будет больше головка, больше вот это соплодие. Тем будет у вас лучше урожай. Ну, нет у вас помета, хотя он тоже сейчас в продаже есть. Сорняки. Наставили сорняки, залили кипяточком, через два дня разбавили наполовину, подкормили свою капусточку. Чем больше капуста, смысл, чем эта капуста больше в начале роста нарастить листовую массу, тем больше будет головка. Уже потом исправить эти недостатки никак-никак нельзя. Эта культура набирает обороты, и селекционеры, конечно, работают с этой культурой, вводят новые-новые сорта. Вот хочу вам показать гибрид уже капусты брокколи с цветной капустой. Смотрите, какая красота. Эта капуста имеет длительный вегетационный период, он 150 дней, то есть 5 месяцев. Эта культура любит, кроме влаги, чтобы ее выращивали под пленочными укрытиями. Выращивать под пленочными укрытиями уже в этого гибрида можно собрать один качан весом 3 килограмма. Так что смотрите за новинками, подбирайте, следите за агротехникой, хорошего урожая вам и удачи. Смотрите наши ролики. До свидания. Смотрите наши ролики.